Двое украинских военных ранены в результате обстрела боевиками позиции Вооруженных сил Украины около Чермалыка. В течение минувших суток самым сложным было Мариупольское направление, сообщили в Минобороны. Пророссийские силы продолжают массированные обстрелы Марьинки. Там они выпустили 30 мин. На участке Павлополь-Широкина используют тяжелое вооружение. На передовой стоит бронетехника и снайперы. Враг также нарушал режим тишины в Красногоровке, Троицком и Новоселовке-Новой. Сравнительно меньше стреляли на Луганском направлении. В Новоалександровке использовали миномет и БТР. На Донецком направлении по всему фронту оккупанты применяют тяжелое вооружение, минометы, ствольную артиллерию и установку ГРАД-П. Вчера по нашим позициям было выпущено почти 90 мин, а также около 10 обычных и реактивных снарядов. Следует отметить, что кроме традиционных горячих точек Верхнеторецкого, Авдеевки и Песок, вчера было очень неспокойно в Троицком, что между Горловкой и Ясиноватой, а также в Невельском. Опять под прицелом противника оказались гражданские объекты. Вражеские реактивные снаряды повредили несколько частных домов в Авдеевке. 44 мирных жителя погибли с начала года на Донбассе, 181 ранен. Об этом сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он отметил, что агрессия пророссийских боевиков к мирным городам усилилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, наемники уже несколько раз нападали на группы ОБСЕ. Тем не менее, офисы миссии в оккупированном Луганске работают в штатном режиме, повышены меры безопасности, и теперь наблюдатели патрулируют только на дорогах с твердым покрытием. С 23 апреля, когда погиб наш коллега, мы были вынуждены ограничить наше патрулирование, так как стороны практически ничего не сделали для устранения угроз, с которыми сталкиваются наши невооруженные наблюдатели и, собственно, все гражданское население. Минским меморандумом и решением трехсторонней контактной группы четко установлен запрет на установку взрывных средств и обязанность обезвреживать существующие. Но никто этого не делает. Украина готова отдать более 200 человек в обмен на украинских заложников, заявил глава службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, чтобы вернуть украинских пленных домой, СБУ пойдет на такой шаг. А президент Петр Порошенко подпишет указ о помиловании кремлевских наемников, кроме тех, кто совершил тяжелые преступления. Официальный Киев намерен провести обмен в кратчайшие сроки. Тем временем представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей всячески затягивают процесс. Например, заявили, что будут обсуждать списки обмена только с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Чем больше этот вопрос заполитизировала Москва, тем сложнее нам стало менять пленных. Когда будет обмен, я хочу, чтобы он был сегодня, завтра. Мы подготовили к обмену, скажу правду, и можем обменять более 200 лиц, которые высказали такое желание. Готовы сделать это в кратчайшие сроки. Россия превратила Крым в военную базу и является большой угрозой для стран НАТО и всего демократического мира, заявил премьер-министр Украины на встрече с баварским коллегой Хорстом Зейхофером. Владимир Гройсман подчеркнул, что Москва принимает непосредственное участие в поддержке боевиков на Донбассе как финансово, так и оружием. Гройсман и Зейхофер также обсудили экономическое сотрудничество и договорились провести совместный деловой форум в конце года в рамках визита украинского премьера в Баварию. Ухудшение ситуации на Донбассе обсудил президент Украины с премьер-министром Канады. В телефонном разговоре Петр Порошенко выразил надежду, что страны Большой Семерки и НАТО должным образом отреагируют на нарушение Москвы и Минских договоренностей, в частности в вопросе санкций к России. Джастин Трюдо заверил Петра Порошенко, что коалиция стран НАТО и G7 полностью поддерживает Украину. Лидеры приветствовали недавнюю ратификацию канадским сенатом соглашения о свободной торговле и обсудили активизацию сотрудничества в дальнейшем. Позиции ЕС и США относительно Украины совпадают. Об этом заявил президент Евросоюза Дональд Туск после встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В рамках саммита НАТО в Брюсселе они согласовали методы борьбы с терроризмом, однако открытыми остались вопросы, связанные с климатом и торговлей. В отношении России мнения собеседников несколько не совпадают, отметил Туск. Эффективная пограничная служба. Ключевой элемент обеспечения национальной безопасности Украины, заявил президент Петр Порошенко. В преддверии их профессионального праздника он встретился с военнослужащими Госпогранслужбы. За мужество, высокий профессионализм, образцовое выполнение воинского долга, президент вручил лучшим из них высокие государственные награды. Подчеркнул, украинские пограничники не раз становились счетом для государства. Только в 2016 году Госпогранслужба и задержано 2600 незаконных мигрантов. Более 16 тысяч пограничников участвовали в боевых действиях. Сегодня именно пограничники являются теми, кто координирует интегрированное управление границами, кто обеспечил прорыв наших отношений с соседями. Открываются совместные пункты пропуска, делаются совместные операции, выстраивается уникальное доверие. И я хочу отметить, что это характеризует абсолютно новое лицо и качество пограничной службы. Более 16 тысяч военнослужащих пограничного ведомства являются участниками боевых действий. 738 получили заслуженные государственные боевые награды. Спасатели Малибу на берегах Днепра. Более 120 подтянутых парней и девушек готовятся патрулировать столичные пляжи в жаркий летний сезон. Их отобрали из тысячи претендентов по результатам непростых испытаний. Теперь они отрабатывают навыки спасения на воде и учатся оказывать первую медпомощь. В прошлом году на киевских водоемах лайфгарды спасли более 150 человек. Стопы! Пляжный патруль! Два! Два! Раз! Раз! Два! Два! Закончили! Здесь нет случайных. Все как на подбор. Стойкие физически и психологически. Так с активной тренировки начинается утро пляжного патруля. Упражнения делают синхронно. Среди лайфгардов, строю и Александр. На его счету 9 спасенных жизней. Это за прошлое лето, которое он проработал в пляжном патруле. Работал до этого на флоте, на судах международного плавания. Служил на флоте. Когда узнал, что есть такой шанс организовать структуру, которая будет заниматься спасением людей на воде, решил поделиться своим опытом. Владимир – новичок среди спасателей. Он тоже решил посвятить будущее лето работе на пляже. Говорит, чтобы попасть в команду, прошел сложные испытания. Сначала мы сдавали тесты, потом плавание на 250 метров. Также нужно было две минуты продержаться на воде и пройти собеседование. На равных с крепкими парнями отжимается и хрупкая, но опытная Ирина. В прошлом году девушка работала лайфгардом в аквапарке в Америке. Ирина вспоминает, как спасла жизнь ребенку. Я спасла одного мальчика, который спускался с горки в кругу. И он, получается, был настолько маленький, что круг для него был большой. Но, тем не менее, можно было так ехать, но просто он не удержался. И он нырнул в круг, и я его достала с круга. Это как-то такое, ну, я не считаю это прям таким значительным спасением. Но, тем не менее, маленькое оно все же есть. Посреди пляжа главный пост спасателей. Вышка, как в фильмах. Это первая и единственная в Украине спасательная вышка калифорнийского образца. Здесь все выдержано по мировым стандартам. От света, крючков для тюбов до пандуса. Пандус тоже сделан не просто так. Когда спасатель видит, что у него человек, который просит помощи, он спускается, если у него будут ступеньки, он будет смотреть под ноги, а не на человека, который тонет. В реке имитируют ситуацию, когда человек тонет для отработки спасательной операции. Ее провели на гидроцикле за полминуты. Сохранять время и жизни теперь будут с помощью полностью обновленных спасательных средств. В этом году у нас у пляжного патруля будет серф-патруль. С помощью серфа спасать много эффективнее, чем с помощью лодки. Потому что, когда спасает человек с помощью лодки, он теряет зрительный контакт с человеком, который терпит бедствие. Спасатель номер один готов? Пошел. Второй. Третий. А новые чьюбы лавгарды будут использовать при спасении на воде человека без сознания. Они будут патрулировать на 11 пляжах, плюс на зонах отдыха. Ориентировочно 4-5 зон отдыха будет. В общей сложности это 23 спасательных поста. Официально работа пляжного патруля стартует в начале июня, когда вода прогреется до 18 градусов тепла. Ярослава Гурбик, Тимофей Сорокин, Юэй ТВ. И к этому часу пока что все. В следующем выпуске подведем итоги дня в Украине. Тогда и увидимся. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok